МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Афинники, так где? Афинники задержаны госинспекторами на пункте пропуска Ярак-Казмоляр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обмен опытом и повышение профессионального мастерства. Фестиваль образовательный диалог прошел в Махачкале. Северный ветер прилетел в аэропорт Махачкалы. Там встретили первый рейс авиакомпании Нордвинд. 19 тонн иранских фиников задержаны госинспекторами на пункте пропуска Ярак-Казмоляр. Причина отказа ввозит товарная партия указание недостоверных данных в фитосанитарном сертификате. За нарушение статьи о карантине растения владелец привлечен к административной ответственности. Съехавшую в горную лощину газель вытащили жители двух сел Тлеротинского района. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчины тянут канаты, привязанные к газели. Таким образом, они помогли перетащить съехавшую в кювет автомашину. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, водитель успел вовремя выбраться из авто. С совместными усилиями жителей близлежащих сил машину удалось поднять на дорогу. Северный ветер прилетел в аэропорт Махачкалы. Дагестанская воздушная гавань встретила первый рейс авиакомпании Нордвинд, которая теперь будет ежедневно совершать вылеты из республики в московский аэропорт Шереметьево. Время вылета из Махачкалы в 20.50. Отметим, что первый рейс был заполнен на 90%. Обмен опытом и повышение профессионального мастерства. Фестиваль «Образовательный диалог» собрал лучших учителей республики и страны под своим началом. О том, как педагоги повышают профессиональное мастерство, в сюжете Карины Баталовой. Сегодня педагоги в непривычной обстановке. На фестивале они выступают в качестве слушателей. Коллеги из Ленинградской, Московской, Липецкой и иных областей России делятся опытом и знаниями. Речь идет о знакомстве с новыми образовательными практиками и технологиями победителей и призеров конкурса «Учитель года». По стандарту каждый урок должен заканчиваться рефлексивным моментом, то есть самоанализом своей деятельности. Как это сделать, интересно. Потому что обычно такие избытные приемы, как светофорчик, красный понравился, не понравился, зеленый понравился, или смайлики, уже на самом деле скучно и неинтересно. Мастер-классы и семинары по различным предметным областям уже проходят на протяжении трех дней. Ведь это не только одностороннее общение. В формате диалога преподаватели смогут определить направление работы по повышению качества образования. Я думаю, что во взаимодействии с нашими гостями, которые, я бы не сказал, гостями, уже наши коллеги, которые вместе с нами работают, работают в одном направлении. Это в первую очередь повышение педагогического мастерства и через этот формат работы, соответственно, направленную работу на повышение качества образования. Эта работа должна быть продолжена. Мы рассчитываем на такое плотное сотрудничество. Андрей Лукитин – гость из Москвы. Отмечает, что за последние десятилетия махачкалинское образование стало более открытым, а подобные фестивали помогают наладить дружеские отношения между учителями России. Я приезжал сюда два года тому назад и после этого очень внимательно смотрел, каким образом меняется образование Дагестана. И я не ошибаюсь, что в прошлом году школьники Дагестана стали одним из победителей Всероссийской Олимпиады. А это уже очень хороший результат. Фестиваль продлится до 30 октября. За это время гости республики проведут свои мастер-классы в семи образовательных учреждениях Махачкалы. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 95-летние юбилеи с размахом отметили в Буйнакском районе. Праздник собрал депутатов, общественных деятелей, жителей города и его гостей. Их встречали развернутые майданы, выставки этноподворья, в которых отразился весь колорит местных народов. Хозяева площадок встречали гостей с звонкими песнями, танцами, угощали национальными блюдами. Здесь можно было увидеть не только необычную утварь, национальную одежду, но и стать участниками мастер-классов молодых художников, освоить азы тастероплетения. Здесь же развернулась сельхоз-ярмарка, где свою продукцию представили Ставропольский край, Белоруссия и Москва. Овощи, рыба, продукция пчеловодства, кондитерские изделия, сыры. При лавке представили широкий ассортимент. Праздник добрососедства провели накануне жители Лакского и Акушинского районов. Он прошел в рамках проекта «Как живешь сосед». В этот день жители сел Шовкра и Гулаты-Махи ходили в гости друг к другу, знакомились с историей и традицией аулов. Были проведены познавательные экскурсии и беседы, выставки и фотовыставки на тему дружбы и добрососедства, а также концерты с участием творческих коллективов в сел. Народные танцы и песни сопровождались игрой на национальных музыкальных инструментах. В честь дружбы между районами участники проекта посадили саженцы фруктовых деревьев. И о спорте лучшего тяжеловеса в эти выходные определяли на турнире по вольной борьбе в Махачкале. Солидные зельничные премии разыгрывал медалист Олимпийских игр в Афинах Магомед Ибрагимов. Кому достался главный приз соревнований, узнал Курбан Рагимов. На 11-м по счету турнире внимание зрителей было приковано только к одной абсолютно весовой категории. На ковер столичного зала игровых видов спорта в этот день вышли 15 вольников. Состав участников подобрался приличный. Награды оспаривали шесть мастеров спорта международного класса. Хорошо, что вот есть такая позитивная тенденция из года в год. Пока что этот турнир набирает обороты и это очень радует. В любом случае, эти турниры – это развитие спорта, популяризация спорта и вольной борьбы в целом. Наша республика славится своими чемпионами и чем больше будет таких турниров, естественно, соответственно, будет и больше чемпионов и великих спортсменов. Конкуренцию ведущим тяжам пытались навязать спортсмены из других весовых категорий. Вначале даже не обошлось без сюрпризов. Но в финал по праву пробились воспитанник ШВСМ Магомед Камиль Гусейнов и петербуржец Зелимхан Хизриев. В их равной борьбе развязка наступила во втором периоде, где Гусейнов сумел провести контратаку. Звание лучшего на этом турнире махачкалинец удостоился второй год подряд. Не было никаких соревнований, и так получилось, что этот турнир – такой хороший шанс пробороться перед основными стартами, перед Дагестаном, СКФО, Ярыгинский турнир будет. Я очень не хотел проиграть в финале. Это очень техничный парень, Зелимхан Хизриев. Он Оливьевский турнир выиграл. Я очень сильно настраивался на эту сладкую. Так получилось. Всех призеров турнира наградили денежными премиями и подарками. Чемпион получил 100 тысяч рублей, остальные медалисты – 50 и 25 тысяч соответственно. Курбан Рагимов, Абдулбасыр Гурбанов, телеканал ННТ, Махачкала. Турнир по мини-футболу в памяти журналиста, религиозного деятеля Абдуллы Алюшаева завершился также в минувшие выходные в Махачкале. О самой игре, участниках и финалистах. Камиль Девятов. Азарт, возмущение и спортивная злость. Игра – достойная финала. Эмоции игроков сравни с штормом в Каспийском море. Мысли о проигрыше игроки команды «Кардиб» и «БСЗ» не допускают. Итог первого тайма – ничейный 1-1. Все решилось во втором тайме. Лидирующую позицию заняла команда «Кардиб». По окончанию в 15 минут игроки из Лератинского района, сохранившие преимущество, по праву завоевали звание чемпионов турнира в памяти Абдулла Алюшаева. У меня эмоции закончились, я даже не знаю, как передать словами. Конечно, спасибо всем организаторам турнира, тоже Алюшаева, Баркал всем. Команда вице-чемпионов турнира продемонстрировала отличную подготовку и слаженную командную игру. Но «Фортуна» была неблагосклонна к ним. Второе место за командой «БСЗ». Конечно, обидно, что проиграли, соперник тоже хороший был. Ну, чуть-чуть, конечно, не хватило сыгранности, команда особо не сыграна, кроме как здесь на турнире мы не собирались уже, товарищеских игр не было. А так, по поводу турнира, очень даже хороший турнир, ма шаалла. Очень благодарю организаторов, побольше бы таких турниров еще. Иншалла, будем настраиваться, если в дальнейшем будет турнир, на победу. В церемонию награждения посетили друзья и близкие семьи Алишаевых. Слова благодарности всем участникам и организаторам турнира выразил отец погибшего журналиста. Большое спасибо участникам этого турнира. Благодарю вас за участие. И желаю вам здоровья, успехов и возможностей дальнейшего продвижения по вашему делу. Особая благодарность организаторам этого турнира. Дай Аллах им возможности и дальше каждый год повторять этот турнир. Спасибо всем. Всех победителей наградили кубками, медалями и денежными премиями. Дополнительный бонус достался лучшему игроку турнира от семьи Алишаевых. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова